Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты мы сегодня беседуем с отцом Александром Трушиным, он настоятель храма в честь Святой Троицы города Новотроицка, ну, собственно, сам город и пошел от самого храма, посвященного в честь Святой Троицы. И вот отец Александр, как вы помните, он занимается исследованием и сбором очень важной такой информации, посвященной отцу Серафиму Роузу. То, что может как раз быть положено в основании канонизации отца Серафима Роуза. И вот у нас уже была передача, посвященная этому, и она вызвала очень много откликов, и много комментариев было написано. И поэтому мы возвращаемся к данной теме. Отец Александр, рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Валерий. Здравствуйте, зрители портала Экзегет. Отец Александр, у нас, конечно, прошло уже какое-то время, да, и ведь вы же ездили в Америку, вы общались с теми, кто лично знал отца Серафима, и многие люди, они поделились такими живыми своими свидетельствами, впечатлениями. И даже вот были случаи таких, такой очевидный, чудесной помощи, таких вот чудес. И, конечно, нам было бы очень важно послушать про эти случаи. Я вот, вы уж простите, что немножко так отнимаю время, на меня просто произвело два таких случая, которые вы уже рассказывали в прошлый раз. Это, во-первых, то, что когда вы на Страстной Седмице, да, постарались на богослужении воспроизвести вот обряд, совершавший отец Серафим Роуз, когда пелось песнопение, когда поется песнопение, чертог твой вижду спасимую украшенный, но неимом одежду давниду вонь, просвети одеяние души мое, святодавче и спаси мя. И отец Серафим, оно же трижды поется, да, вначале, значит, там полный мрак, и все, закрыты царские врата, закрыты завеса в алтаре. Потом, значит, второй раз, когда поют, то открывается завеса, а третий раз, когда поют, то тогда уже открываются сами царские врата, и чертог затворенный, он уже видится нам, как бы райский такой чертог, который приоткрывается. И светильники, которые стоят на престоле... Да, они предварительно туда ставятся ради этого чина. То есть собираются все лампады, все свечи, ставятся на престол вокруг престола, на лавочки перед престолом, и, получается, престол весь украшен светолитием. Да, что удивительно, что когда вы впервые совершили вот этот чин, ну, не то что чин, а просто вот по образу, который свойственен был в служении отцу Серафиму Роузу, то у вас в алтаре замироточила фотография отца Серафима Роуза. Не фотография, точнее, а иконографическое изображение. Это... она была написана по типу иконы, но отец Серафим еще не был тогда канонизован. И поэтому изображение это без нимба, традиционного для икон православных. Вот. Написал его румынский художник один, очень благоговейный и любящий также отца Серафима. Вот. Оно у меня было из монастыря, где подвязался преподобный Серафим Платины. Я его убрал в рамку, и оно стояло, хранилось слева, значит, в левой части алтаря. И да, произошел факт мироточения. И получается, что отец Серафим Роуз, он как бы явил свое участие, свое присутствие, даже благословение, когда вы воспроизвели вот этот обряд. Даже скажу больше. Мы с вами тоже в той программе это упоминали. Но для тех зрителей, которые, может быть, не слышали, что это не первый случай был мироточения, изображения отца Серафима. Еще один случай я наблюдал недалеко от места его подвигов и упокоения в Соединенных Штатах, в Халифорнии, в Санте-Розе. Там тоже отец Серафим таким же образом себя проявил, когда только мы начали беседу о его возможном прославлении. Когда я собирал сведения о одном факте проявления благодати. То есть он, скажем так, по результатам уже этого неоднократного, а получается двух наблюдальных моих личных случаев, можно сделать вывод о особом характере его проявления. Оно довольно скорое. То есть он присутствует как бы тотчас и рядом. Вот таков особый характер проявления этих фактов. Да, но для небожителей это как раз и понятно, потому что они же причастны к Божьей благодати. И Господь через них может свою помощь являть хоть где, и поэтому святые угодники, когда мы молимся, они сразу могут слышать тысячи людей. То есть одно дело, угодник Божий, он во время земной жизни находится, если к нему тысяча человек подойдет, он на земле, он не услышит всех, он услышит только тех, кто рядом с ним. А когда святой человек переходит в небесный мир, то пребывая в Божьей благодати и в Божьей любви, да, и будучи причастен к Божьей силе, он, конечно же, слышит многих. И он может многим по дару Божию помочь. Потому что Дух Святой, он, во-первых, дышится где же хочет, во-первых, во-вторых, Бог не ограничен ни местом, ни временем, он вездесущий. И поэтому угодник Божий, находясь в Духе, он причастен вездесущему Божественному по такому дару. Да, ну, конечно, надо вспомнить все-таки, что отец Серафим Роуз у нас, он еще чисто формально не причислен к лику святых. Но мы понимаем, что каждый подвижник, он проходил вот эти этапы. И только со временем наступает канонизация, прославление, которое являет людям угодника Божия. И вот, может быть, вы расскажете еще какие-то случаи, такие важные, значимые. Хорошо, я расскажу вам тогда еще несколько случаев, но один или одну группу, скажем так, случаев, хочу рассказать специфических для американского мировоззрения, если хотите, или менталитета. И в этом особая их, скажем, уникальность, интерес. То, что понятно особенно. Да, человеку, на том языке, скажем так. Язык-то он человеческий, но свои особенности. Вот помните, мы с вами, когда беседовали первый раз о памяти отца Серафима, я вам говорил, что те люди, которые его знали лично, будучи по происхождению американцами, они употребляют всегда характерные такие выражения, которые, может быть, для нашей культуры не совсем свойственны. Вот помните, я говорил, что, допустим, один свидетель, который знал его, выражался так. Он говорит, в присутствии отца Серафима, когда он был рядом, у нас мы как будто съедали таблетку успокоительную. Вот они так выражаются, им так легче выражаться. Понимаете, да? Мы бы так не сказали, как бы, на нашем русском контексте. Русский человек не спешит есть таблетки, когда чувствует, испытывает беспокойство. Мы бы иначе как-то сказали. Потом, допустим, тот случай, который произошел вот на Кадьяке с отцом Афанасием Кон, я его перевел, там одно место было, когда во сне ему явился отец Серафим. Давайте немножко просто напомним про этот случай, потому что он на меня тоже произвел такое огромное впечатление, что ведь отец Афанасий Кон, он был протестантом и настолько укоренен в протестантизме, что мыслил себя только в этом и занимался протестантской миссией. И вот вместе с семьей они поехали в остров Кадьяк. Он жил на острове Кадьяк вместе с своей миссией как раз в это время. А супруга его с детьми жила недалеко и приплевала к ним на лодке время от времени. А там еще остров Лесной, да? Да, Еловый. А, остров Еловый. И там же вот как раз была православная в свое время миссия. Конечно, там преподобный Герман Ляскинский подвязался, а там до сих пор существует православная миссия, школа православная академия. И есть особое место, которое называется Монашеская лагуна. Да. А у этих-то вот протестантов, у них, ну, свои какие-то протестантские там собрания, как что-то организовано было, какой-то лагерь просветительский. И вот они же пошли вот всей семьей как-то. Они туда ехали с миссией и призывали всех местных жителей к себе в эту общину, потому что у них и цель была переформатировать православного человека. Но там тоже, конечно, был традиционно, исторически только православный человек. Вот. И была, конечно, православная церковь рядом, как всегда, с Герман Ляскинского. И как бы на свое. То есть они хотели, приехали, чтобы православных сделать протестантами. Да, да, да. А тут самый главный протестант. Сам пастор. Сам пастор. Он обратился в православие, в конце концов. И его обращен был таким образом. Чудесным образом, что, может быть, и вы тоже немножко напомните, как вот они пошли... Он первоначально пережил непонятный для него опыт с супругой. Вот в этом месте, месте, где подвязался преподобный Герман Ляскинский, он почувствовал благоухание. Они к источнику пошли. Да. Потом им посоветовала одна женщина, русская по происхождению. И даже фамилия у нее русская была. Значит, подойти к источнику и попить водички, освященные преподобному Герману Ляскинского. Но в конце концов они попили этой водички. И у жены чудесным таким образом прошла головная боль сильная, которая мучила ее с утра этого дня. Да, причем сам отец Афанасий Кон, он как говорит, что у него-то желания никакого не было пить, да и, в принципе, наверное, у супруги, но там шли вот дети... Дочка его первая побежала и выпила. И еще вот группа других людей, вот они более просто непосредственно отнеслись, но эти вот решили тоже за компанию выпить. А получается, что у жены голова перестала болеть. Да, они тогда очень смутились этим явным для них, как бы, проявлением, вот особые непонятные для них тогда силы, но они поняли, что это связано с именем Германа Ляскинского, потому что его место святое было и, значит, все прочее. Позже... Около месяца прошло. Да, ну, около месяца прошло, около 30 дней. Ему было сонное видение, вот, в котором ему явился святовидный муж, вот, православный священник, и назвал себя по имени, что я являюсь священником, он был священником, меня зовут Серафим Роуз. Причем, вот он же описал все это, да, отец Афанасий Кон затем, и говорит, что лицо отца Серафима Роуза, оно именно сияло, но сияло не в том смысле, что он улыбался, а по-человеческой такое вот сияние, а в том смысле, что именно вот свет исходил. Это мы понимаем, что это не тварно, божественное светло. Он назначал именно светолитие от лика, как у преподобного Серафима Саровского, мы видим в описании, примерно подобное этому Мотобилова. И я тут, получается, как пересказываю, как урок некий заученный, но просто на меня очень сильно произвело впечатление вот это чудо. И потом, он же не слышал отец Афанасий Кон еще не никогда имени отца Серафима Роуза, и он пошел как раз уже в православную академию, там, ну, какое-то учебное заведение. Да, свериться, узнать, что же происходит, есть ли такой человек на самом деле. И руководитель этой академии, значит, он ему сказал, конечно, это один из подвижников, значит, православных земли американской, и даже есть его жизнеописание, к тому времени уже было. Стал он его читать. Но самое-то главное, что во сне, когда явился отец Серафим Роуз, он Афанасию Кону пересказал много из его жизни и сказал, фактически предсказал ему, что он будет православным, и он станет священником. Да, но этому разговору с отцом Серафимом во сне предшествовал один момент, который тоже, я думаю, должен отметить, вот, характерный для такого рода действий благодати божественной. Во сне он сначала пережил умиление очень сильно и начал плакать, вот. То есть нужно, необходимо было, чтобы его сердце размягчилось и не раз как бы стало руководителем его разума, иначе он к этому относился достаточно скептически, даже во сне. Ведь он говорит, я умом все понимал, что передо мной стоит умерший священник, что мне было неприятно для моего осознания. Во-вторых, когда он мне говорил, что, ну, сон был, конечно, не в полном смысле, сон, вот, он был очень яркий, красочный, он был неординарный этот сон. Вот. Во-вторых, он говорит, я прекрасно умом понимал, что, допустим, некоторые вещи мне просто неудобо приемлемы для моего настоящего сознания. Он даже ему противоречил, он говорит, я никогда не буду носить такую несуразную шапку, как носишь ты сейчас, стоя передо мной здесь. Вот. Но, тем не менее, отец Серафим кротко во сне ему рассказал многие вещи из его жизни, вот, и предсказал его будущее христианства и даже священства. Вот. В конце концов, в 2006 году они с семьей приняли крещение, стали православными христианами, а в 2012 году он принял священный сон и сейчас является настоятелем в Гонолулу, храма на Гавайях. Да, вот это живой свидетель того, как отец Серафим Роуз являет себя, причем, повторим, что он даже имени его не знал. Да, не знал. А во сне, в таком видении... И вот в этом же случае, я вот, переходя к еще одному примеру, про который вы просите, чтобы я рассказал, допустим, одному свидетельству, хочу напомнить. Там, вот в этом случае, когда мы его описывали, мы употребили выражение, что когда он встретил отца Серафима, Роузы, во сне, вот, он начал сильно плакать и, видя его святолитное лицо, исполненное сияние, значит, переживал благоговейный трепет. У него буквально написано было в английском варианте, я испытал шок, я испытываю шок. Вот, то есть, у них выражения-то вот такие, понимаете? И вот, я хочу перейти в связи с этим вот к подобному роду явлений, которые, мне кажется, вам будут тоже интересно услышать. Еще одному подобному роду явлений, характерных вот именно для человека с того континента, вот, или, скажем так, вот, западной традиции. Этот случай чудесный или проявление благодати произошел с одной из духовных дочерей отца Серафима Роуза, Сицилией Андерсон. Вот, она была дочкой его подвижника, отца Серафима, отца Владимира Андерсона. Вот, отец Владимир очень близок был отцу Серафиму. Вот, он был известным его другом, соратником, помощником, допустим, когда они с отцом Германом уже строили в Платине монастырь, и время было... А у них же была лавка в Сан-Франциско, где книги нужно было продолжать продавать. Отец Владимир часто приезжал туда, помогал, вот, помогал книгопечатанию и помогал в трудах по строительству монастыря, вот, в лесах Калифорнии. Его все дети, этого отца Владимира, у него тоже многодетная семья была, и они были крещены даже отцом Серафимом, и были их духовными, его духовными чадами. Вот. И вот, значит, это Сицилия, которая мне рассказывала этот случай, вот, она была тоже духовной дочерью отца Серафима, и тогда она была юной девушкой, и она говорила, что мы с ним обо всем могли разговаривать, он был достаточно прост, открыт, вот, он был, вот, на те темы, даже на которые не могла с родителями разговаривать. Вот, мы, говорит, с ним беседовали, вот, то есть она была его духовной дочерью с самого начала, и крещена была. И вот, значит, с ней произошел такой случай, точнее сказать, с ней и членами ее семьи. У нее был брат, которым у них разница была всего на год, он был на год ее старше, Василий. И уже в 1996 году, вот, в августе месяце, он был и под Яконом, в Лейквуде, в храме Александра Невского, вот. Вот, и у него, у этого брата, Василия, тяжело болела жена онкологией, вот. И она, говорит, мы с ним как-то встретились и разговаривали на очень глубокую тему. Ну, брат с сестрой, вот, они разговаривали. И он, о смерти разговаривали. И он мне говорит, посмотри, Сицилия, какие глубокие слова в молитве Отче нас содержатся, да будет воля твоя. Твоя, говорит, а не наша. Он мне вот так еще рассказывал. То есть этим он исповедовал на фоне своей приближающейся жизни на трагедии, а супруга должна была в скором времени умереть. Вот, как ей это. Он исповедовал таким образом свою покорность этой воле Божией и преданность себя, как бы, своей всей жизни в воле Божию. Вот. И этот брат не дожил до кончины у супруги, а через две недели после этого разговора он погиб сам. И вот, когда он погиб, она говорит, мне было это чрезвычайно трудно принимать. Ну, он самый близкий ей был, наверное, а не погодки брат. И незадолго до его сорокадневного срока, незадолго до сорока дней после его кончины, за один или за полтора примерно, значит, она также в сонном видении видит отца Серафима, Роуза, а он ей был духовный отец какой, вот, который сидит и занимается канцелярской работой за столом, значит. Она говорит, я к нему подошла и спросила, что же он делает? А он, как бы так, не поворачиваясь, говорит мне, ну, в общем, он сказал ей, что я готовлю бумаги, значит, документы для того, чтобы Василий вошел в Царствие Небесное. Вот. И получается так вот образно во сне открывается. Видите, характерно их менталитету, вот, этих людей, вот, западного, скажем, склада, вот, тем не менее, все понятно достаточно, ясно. И, ну, вот, она говорит, я после этого сновидения проснулась, и во моем сердце поселился покой о участи моего, значит, любимого брата. Вот. Такой был случай. Вот, и отец Серафим был этому причиной, именно вот того, что ее сердце успокоилось. До этого, хотя она переживала, молилась. Это такой вот характерный один случай. И еще я хотел бы рассказать один случай, который уже... Мною просто он собран, он также известен, особенно там, среди людей, вот, в Соединенных Штатах Америки, через, среди православных. Но, тем не менее, сам, с тем, кто произошел, это иеросхимонах Амбросий Янг. Раньше он был отец Алексея Янг. Это тоже большой друг и сподвижник отца Серафима. Более того, сейчас опубликована переписка, очень обширная, именно с ним, с отцом Алексеем Янг. Он также издавал журнал небольшой, значит, они все занимались просветительской деятельностью. И жил в нескольких часах езды от Платина. Вот, и, значит, он мне попросил обязательно напомнить этот случай. Вот мы с ним 13 октября в 19-м году как бы созванивались через людей, ну, через переводчика. И потом еще в апреле я уточнял какие-то тонкости 20-го года. Вот, и он попросил, чтобы я не забыл именно этот случай, потому что он важен. Вот, случай этот произошел с его супругой, отца Алексея Янг тогда она была. Через год после кончины отца Серафима это произошло, примерно. Его супруга Сьюзан, или Сюзанна по-нашему, вот, она заболела онкологическим заболеванием. И очень тяжелой формой она заболела. У нее была меланома, как называют ее онкологи, царица раковых опухолей. Вот, метастазная, в терминальной фазе она уже была. Вот, и ей врач сказал, что с таким диагнозом, значит, ну, он дает ей 20% на то, что она проживет в ближайшие 5 лет. И то, как бы, вот, с большой натяжкой. Вот, тогда отец Алексея, иерусский монахом в России, сказал, что я попросил братья из платины прислать мне немного маслицы из лампадки отца Серафима, потому что на могиле его всегда горит лампадка, вот, и оттуда прислать маслицы. А затем в течение следующего года он ежедневно помазывал этим маслицем место на шее матушки, где у нее было проявление вот этого ракового явления. И потом еще в течение 5 лет помазывал уже не с такой частотой. И каждый год мы ходили, он говорит, проверяться, как и положено это при соответствующем заболевании. Вот, на предмет прогрессирования болезни, если он будет. Потом еще в следующих течении 5 лет они еще помазывали, а потом прошло 15 лет. Вот, и по истечении 15 лет врачи уже сказали, вам нечего больше ходить, и они письменно диагностировали, что она полностью исцелена от рака, никаких следов не обнаружено. Вот, и что в действительности сами врачи это сказали, не он является для нас настоящим чудом. То есть, вот этот факт, значит, я его поэтому тоже обнародовал, и он просил его обязательно не забыть, повторить как свидетельство его личное таких вот дивных чудес по молитвам отца Серафима. Да, тут, конечно, явное проявление благодати Божией от человека, который стяжал эту благодать, и которая ныне пребывает на небесах пред Господом. Да, ну и веры того человека, который его лично знал, и знал как человека праведного. Он же не побоялся попросить от лампадки своего усопшего соратника, друга, понимаете, обоюдное, скажем так, вот это движение навстречу благодати и самой благодати в ответ. Ну, а еще какое-нибудь чудо отец Александров, связанное с отцом Серафимом Роузом, вы можете рассказать? Я могу рассказать о некоторых изменениях жизни людей. Мне кажется, изменения жизни людей, это самые удивительные чудеса. Вот. Под влиянием либо примера личного, либо трудов отца Серафима. Вот рассказывал мне отец Мартин Персон. Вот. Это местечко Санивелл, Калифорния. Вот. Интервью 13 октября 2019 года было. Отец Мартин, когда еще не был в православии, находился в поисках своей духовной жизни, он интересовался буддизмом. Вот. И в православной вере его огласил отец Серафим. У отца Серафима много таких было примеров. Когда к нему приходил человек из мира, вот, со своим мировоззрением, и отец Серафим как бы включался, проявлял участие к этому человеку, и его жизнь от этого менялась. Вот таким был отец Мартин, который сейчас служит в указанном местечке, где я сказал. Он приехал в Платину и неделю жил там. И ежедневно, имея беседу с отцом Серафимом, он был оглашен им в христовой вере. Другой раз отец Мартин, второй раз в своей жизни, видел отца Серафима уже в больнице. И был среди тех, кто, значит, находился незадолго до его кончины. Вот. Он говорит, я помню эту картину, когда отец Серафим лежал на больничной койке и сильно страдал. Вот. И уже был после тяжелой утробной операции. Я помню, что отец Герман и отец Алексий Янг отслужили молеби, начали подносить Евангелие для целования отцу Серафиму. И при всей тяжести его положения он подался вперед навстречу, пытаясь сам привстать. И поцеловав Евангелие, у него полились слезы. Вот. И вокруг все также заплакали. И именно в этот момент, как он сам говорит, будущий отец Мартин решил сокреститься, стать православным. Таким образом, по его словам, первый раз отец Серафим открыл ему двери православия и научил, как жить по вере. А второй раз он показал, как умирать в вере. Поэтому, без сомнения, эти два ключевых примера стали для него жизнеопределяющими и утверждающими в церкви веры Христовой. Другой пример. Например, я привел мне отец Паисий Леваков, это пчельник из Джордан-Вилля монастыря. Он пчелами там занимал? Да, духовного центра православной Америки. Интервью было 25 октября 2019 года. Он в самом начале моего духовного пути, он говорил, во время идеологических поисков на меня очень сильное влияние оказали книги отца Серафима. И одной из главных книг был сборник, выпущенный в российском издательстве, «Поломник. Приношение православного американца». В этой книге мне очень помогли мысли отца Серафима, он пишет, в том числе и относительно восточных духовных практик, которые я первоначально тоже рассматривал как альтернатива для своей духовной жизни. И в процессе своих духовных поисков. И в книге он очень ясно говорит об этом предмете. И в результате чтения этих книг наряду с другими источниками, конечно, он говорит, я перестал больше смотреть в эту сторону. И второй случай и препятственные пути моего движения к вере это была теория эволюции, которую также отец Серафим много и дискуссионно даже освещал. В частности, у него есть переписка с греческим богословом отцом Александром Каламиросом по этому поводу. И эта книга, он сказал, ему так помогла, что он взял эти все данные, которые отец Серафим приводил, и сам стал перепроверять их, используя научные источники. После того, как он все перепроверил данные, убедился в их истинности, в том, что говорил отец Серафим, в результате он говорит, у меня изменилось так мое мировоззрение, что он взял следующую книгу, «Не от мира сего», и где он уже увидел для себя истинный монашеский путь. И вот таким образом эти труды отца Серафима повлияли на него так, что он увидел красоту монашеской жизни и в конце концов окончательно принял решение о своем уходе из мира и постриге. То есть вот такие влияния отец Серафим оказывал на жизнь других людей. Да, удивительно. Отец Александр, я уверен, что случаев этих, их достаточно много и намного больше, чем даже мы озвучиваем сейчас или в прошлую нашу беседу. Но вот, конечно, многие уже знают, а может быть, кто-то еще и не знает, что оказывается в Грузии, в Грузии совсем недавно уже совершилось прославление, такое местная канонизация отца Серафима Розы в одной из епархий. Вот могли бы вы это как-то прокомментировать, объяснить, что это значит? Ведь нет же общей какой-то канонизации. Да, совершенно верно. То есть прославление в лике почитаемых святых произошло в одной из епархий, грузинской церкви. Это не на местном уровне, то есть не на поместном. Не на поместном, имеется в виду, не вся поместная церковь грузинская канонизовала. Вот как это положено. Как к этому относиться и что это за факт? Это что за епархия? Это епархия ахалкалакская, акумурдойская, икарская она называется. Епархия. Это такая интересная земля в юрисдикции которой приходы находятся на территории трех стран. Грузии, Армении и Турции. И владыка, высокопреосвященнейший Николос, он окормляет эти земли, все являются их отцом и духовным водителем. И вы с ним поддерживали связи, да? Да, мы с ним имели связь по этому поводу. Но сейчас я расскажу, как относиться к этому прославлению местному. Это, безусловно, первый звонок и яркая инициатива. Это громкий призыв, обращающий внимание на крайнюю необходимость, на саму проблему и необходимость, побуждающую ее всецерковного, общецерковного рассмотрения. То есть вот, как это нужно понимать. И это произошло, конечно же, как вы сказали, не на пустом месте. Если мы говорим о серьезном и пытаемся с какой-то долей реализма рефлексировать окружающую нашу жизнь, это не могло произойти просто так вот от эмоционального порыва. Естественно, владыка Николай, сам почитая отца Серафима, конечно же, имел исчерпывающее представление и о почитании отца Серафима в народе. Он ведал его жизнь, его труды однозначно и имел также полноту сведений о проявлениях божественной благодати. В частности, мы ему посылали еще в сентябре месяце и наше сводное описание, и он имел другие свидетельства от этого. И когда произошло прослабление, значит, оно произошло 19 февраля этого года. А, 2023? он сначала был объявлен просто у себя в храме, была написана икона, были подготовлены все, что для этого необходимо, а 26 февраля, перед началом Великого Поста, буквально последнее воскресенье перед постом, было объявлено всенародно, и на этом объявлении присутствовал духовный сын отца Серафима, владыка Герасим Эли из Соединенных Штатов Америки. И поэтому, даже если пока святость не признана общецерковно, вот, на поместном уровне, я бы не стал относиться недоверчиво или несерьезно к этой инициативе и деянию Высокопреосвященнейшего Николая, дабы не погрешить ложным суждением о праведнике. И вот здесь уместно очень вспомнить случай с преподобным Симеоном Новым Богословом в прошлый год и позапрошлый, которого тысячелетия мы праздновали всецерковное. Ведь вспомните, преподобный Симеон, он, можно так, если простыми словами, достаточно ярко и с шумом почитал память своего духовного наставника Симеона Благоговейного, и за что терпел большие порицания, в том числе и от высших церковных кругов. Да, я помню это из жизнеписания преподобного Симеона, что икона была, да, и уже было именно, причем там даже не в конкретной ипархии, а в одном истерии. Он устраивал трапезы, как в честь мучеников устраивают, и все прочее. Почитание уже было. Да, и за это терпел он, естественно, однако нынче и первый, и второй в лике чрезвычайных святых. Да, ну, конечно, то, что сейчас прославление в Грузии, конечно, я думаю, никто ни от кого терпеть не будет, никаких особых таких порицаний, но в любом случае с чего-то должна начинаться скандализация, что кто-то уже инициативу высказывает. И если, допустим, этот вопрос будет решен положительно на общецерковном уровне, допустим, в Грузии, в той же, то тогда нам нет необходимости самим устраивать как бы эту комиссию дознания, потому что все церкви поместные друг при другом равны, допустим, наша церковь может просто признать это в сущем факте и все. Да, конечно, насколько я знаю, если брать чисто формальные требования, то там вроде говорят, что вот должны вначале в том месте, где он непосредственно находился, там, но в идеале не всегда встречаются инициативные люди, которые могут проявить активность, они, допустим, даже уважают, с почтением относятся к отцу Серафиму Роузу, но они не высказывают должной инициативы. Или не имеют возможности, или, допустим, это же должна быть инициатива архиерейская прежде всего, а простые люди здесь не могут... и вообще надо много трудов положить на это дело, собирать вот эти свидетельства, рассказывать о них, оформлять документы. Вот вы, кстати, как раз этим и занимались, с Божьей помощью. Ну, отец Александра, а после прошедшей нашей передачи, в которой мы достаточно обсуждали эту тему, произошли ли какие-то новые события, то есть нечто новое на этом пути, на пути канонизации. Ну да, которое можно отметить как фактор, способствующий. Да, как нечто положительное. Да, конечно, некоторые произошли, потому что сейчас как бы все, что связано с Серафимом, довольно быстро стало происходить. Ну, в частности, я могу сказать, что по результатам нашей передачи, которая вышла первая, и вы там просили отец Валерий откликнуться на необходимость создания сайта, на котором была бы интерактивная карта, и благодаря которому можно было бы видеть почитание, характер почитания, распространение почитания отца Серафима во всем мире. Откликнулся один специалист в этой области, значит, и более того, мы с ним связались, и этот сайт уже теперь создан. Просто временно мы пока его не обнародуем, потому что он еще требует наполнения своим содержанием. На нем будет, во-первых, самое главное, для нашего дела сейчас, это интерактивная карта, на которой будут точки, и которую можно приблизить, увидеть те места и, скажем так, свидетельства тех людей, кто почитает отца Серафима. Так будет отработано критерий канонизации почитания отца Серафима Всемирной. И другая информация, естественно, будет, как бы, и этот сайт уже, он будет, мы хотим его создать, как крупный, со всеми имеющимися материалами, которые есть, в честь памяти этого сподвижника. И было бы неплохо, чтобы там обратная связь, что ли, вот с людьми, да? Да, 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 обязательно. Чтобы также знали люди, куда можно писать, обязательно будет, какую роль отец Серафим Роуз в их жизни сыграл, да, и, может быть, случай тоже какой-то чудесной помощи, чтобы все это И будет смежная подборка всех тех материалов, которые в доступе существуют, чтобы из одного места можно было, значит, подчеркнуть максимально полные сведения. Во-вторых, какое еще, что нового после нашей с вами той передачи? Да, действительно, люди откликнулись очень широко и стали поступать новые сведения, то есть свидетельства о влиянии трудов отца Серафима на жизни людей, на пути их обращения к Богу. Эти свидетельства мы также будем собирать, систематизировать и приобщать к уже имеющимся. Ну, и в-третьих, я могу сказать, что были проведены дополнительные консультации с представителями отдела канонизации и в свете этих последних событий уточнены некоторые аспекты данного вопроса. Отец Александр, скажите, а вот если бы, так вот, предположим, что если бы уже состоялась канонизация, общецерковная канонизация и не на каком-то местном уровне, а вот именно всецело, отца Серафима Роуза, то что это дало бы в целом современным людям? Это дало бы многое очень. Это хороший вопрос, это по сути своей вопрос о том, что для нас значит святой, вот, что он есть в мире. Сам факт канонизации в наше время, ну, допустим, предположим, что это совершилось бы. Сам факт канонизации, то есть прославление в лике святых человека, подвижника, а может быть, кстати, и немаловажно не просто сам факт канонизации в наше время, а и в данном месте, ведь, понимаете, это земли американской подвижник, чадо русской православной церкви на той земле. Вот. Это громогласно явит, во-первых, нового святого, а значит, и факт обновит, явит продолжающегося бытия церкви Христовой как плодоносящей, потому что церковь плодоносит своей святостью, она должна рождать святых. И если это проявляется и в наше время, церковь та же и сегодня. Единая, святая, святая, соборная, апостольская. Преемственная, да. И во-вторых, этот факт будет очень важен для нас и для всего мира не только в плане, ну, скажем так, осознания или там свидетельства, вот о чем мы сказали, но в самом числе ненависть в духовно-практическом смысле. Дело в том, что явление святого это явление как бы нового реального ходатая пред Богом вот за всех людей и к которому теперь мы можем припадать своими молитвами вот и просить о помощи за каждого из нас. а значит явление святого это значит обнаружение и умножение на земле если хотите новой благодати вот божественной если позволите мне так сказать. Понятно, что благодать она общая, но она через каждого из своих святых проявляется по-новому вот в новом как бы характере он слышит тех, кто к нему обращается и поэтому это умножение благодати в нашем мире и на земле по молитвам нового угодника Божия. А это довольно немало отец Валерий. Да, отец Александр, тут конечно дело видно, что уже на месте не стоит, но вот учитывая произошедшие события и нечто вот новое, что вам приоткрылось на этом пути исследования и практической вот этой деятельности, какие выводы можно сделать? То есть какие у нас перспективы дальнейшие? Ну, конечно можно попытаться может быть несколько об этом говорить рано, но можно попытаться я все равно про это наверное скажу, потому что ведь дело это мы совершали не безучастно, а прежде всего по любви и личной в том числе к отцу Серафиму и поэтому конечно мне хотелось бы сказать как можно больше про отца Серафима про то как бы это что это бы означало вообще в церковно-историческом духовном смысле для мира вот это прославление если бы оно совершилось этого нового подвижника поэтому я попробую сейчас сделать некоторые обобщения посильные но хочу предварить их такой ремарочкой чтобы как бы и будет понятно почему я так это сделаю вот сейчас немножко отвлечемся мы на один как бы сказалось бы сторонний пример из области человеческой мысли вот в истории математики есть такой пример одна теорема это второй половине двадцатого века математическая когда она не была еще доказана но раз не доказана значит была гипотезой еще только тем не менее математиками употреблялось довольно часто в течение почти что четверти века они то и дело прибегали к ней как к основе своих новых выкладок рассуждений вот но только прописывали в начале допустим теорема такая-то верна и тогда значит мы и за четверть века почти за 30 лет они понастроили такое здание новых математических доводов выводов построений на основе этой недоказанной теоремы что это уже стало быть страшным значит почему же они так поступают эти математики казалось бы такие научные скептики такие умные люди что они не понимали что даже пусть у тебя будет логика безупречна но если она основывается на фундаменте на гипотезе все выводы будут гипотетичны они так поступали потому что теорема настолько была интересна настолько была математически красива а самое главное она открывала такие новые возможности вот что вытерпеть они этого не могли вот математики они когда видят математическую красоту с ними происходит то же самое что с влюбленным который видит красоту своей невесты он может совершать безумные поступки всевозможные пытаясь доказать и вот они строили строили это так называемая теорема Таньяма Шимура вот который является ключевой в известном на весь мир наверное доказательстве теорема фирма которая произошла в 90-х годах 20-го века а теорема Таньяма Шимура или Таньяма Шимура Вейля ее можно назвать она связывала совершенно казалось бы различные вещи не связываемые с друг другом она пыталась связать в области в математическом мире две сферы две области казалось бы совершенно не принадлежащие друг другу это так называемые эллиптические кривые которые описываются уравнением третьей степени и очень сложные объекты математические модулярные формы это такие абстракции мыслительные которые живут в четырехмерном мире и заправлены соусом комплексных переменных вот и значит вот они все время к ней обращались и доказывали на ее основе но почему так они делали а вот потому что такова была красота и таково было значение этой теоремы если бы только она была доказана в конце концов она была доказана вот в девяносто четвертом году а в полноте до девяносто девятого года вот и все вот эти построения ученых они тогда уже значит оказались остойчивыми потому что фундамент был подведен железобетонный скажем так и вот я к чему это рассказал к тому что бывает в истории человеческой мысли такое что нечто желаемое но еще не доказанное но люди по любви к этому предмету по неотвратимому интересу к этому ну как бы заранее об этом говорят и не говорить не могут как один сказал математик он говорит если человек человеческий ум знает что что-то можно познать не познавать для него это будет невозможно вот дело сделав эту оговорку сделав как бы такое алиби для себя создав вот что это не какая-то моя фантазия вот не экстраполяция я теперь попробую ответить на ваш вопрос что же будет в конце концов если бы факт канонизации отца Серафима был совершен во-первых нужно тогда нам вспомнить следующее ведь что такое святой человек который является нашей земле святой человек это тот человек который сумел умножить благодать божественную данную ему в таинстве крещения и миропомазания присоединить к этой благодати новую благодать благодать на благодать и развить ее в себе так вот возрастить что она становится второй человеческой природой она становится второй деятельной силой человека святого его ипостаси вот наша человеческая природа согласно учению церкви антропологии церковной это есть не что иное как способность действия нашей личности через человеческую продаю действует наше я я могу действовать по-человечески как допустим могу швырить руками ногами могу делать телесно могу думать могу желать могу чувствовать могу совершать творчество творческие какие-то акты своего творчества то есть моё я действует человеческую природу когда святой присы но богом задумано так что человеческая природа не должна быть одна она человек человек в идеале он должен быть бога человеком вот как это было во христе до природе не не ипостас да да а у нас по благодати вот но ведь благодать это не что иное как полнота проявлений божественной природы и не в природе ведь дело а в том что благодать божия на всем не несет все те же свойства что есть у божественной природы и наша природа может общаться с божественной природы по взаимопроникновению свойств обменом свойств и вот человек святой это тот который можно сказать имеет все дары божественной природе в самом себе просто усваивая ее свойства вот через благодать и он может действовать таким образом как бы и по-человечески и может действовать божьей силой и вот когда является на земле такое существо он является такой человек вот свят он через него действует бог мы говорим или он действует божьей силой мы видим это у святых допустим у святых вообще как они будучи всегда находясь в молитве подумают о предмете и на тот предмет направлен на луча благодати становится вот помните допустим афонские святые ученик его лег под камнем камень сейчас должен упасть он стал только помолился про него и предотвратил и вот когда есть святой человек и он почил он скончался вот это благодать божия вместе с личность ипостасью с лицом святого она как бы скрывается под спудом но она скрывается под спудом не для всех кто его лично знал и любил она для них остается как мы видим пас она чудо действовала и до момента сразу чудо действует но вот исполнилось время исполнилось время то есть прошло 40 лет со дня кончины отца серафима он стал всемирно известен теперь и теперь к нему могут за помощью обратиться все люди которые это тогда его не знали тогда знал его узкий круг людей пока он был земной жизнью теперь он стал известен всемирным вот и теперь возможно пришло время когда этой благодати отца серафима скажем так или божественной благодати через его личность предстоит проявиться в этом мире вот и эта благодать когда стал подходить этот срок а ведь 40 лет это интересный срок это сакральное число не просто так вот так с ним связано с личностью отца серафим вот она захотела проявиться в этом мире и стала как бы потихонечку пробиваться на поверхность то есть мы как 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 росточек из своего семени она захотела проявиться или как родник из своего подземного ручья вот и мы услышали это биение этой благодати которая пыталась пробиться через скажем так камень земной поверхности образно я конечно сейчас говорю но везде встречала вот как бы такой грубый камень а что же это за камень ну камень конечно человеческих сердец который где-то может быть не совсем чувственно и вдруг она к этому отнеслись и вдруг она нашла одно такое сердце одного такого человека которое было размягчено любовью особенный к отцу серафиму и представляла из себя не камень на всего лишь тоненькой мембрану вот и она прорвалась это конечно сердце владыки николая грузинского и она в том месте прорвалась новым фонтаном вот и впервые на земле как бы нашла место где можно и проявиться и теперь осталось нам только дать ей выход везде по всему человеческую миру чтобы нас растворилась благодатью многих других святых и стала для доступна для всех и теперь если на этот факт посмотреть в общей еще более общем смысле становится видно духовное всемирно историческое значение отца серафима ведь посмотрите что тогда произошло американская церковь явила это сокровище святого отца серафима сербская церковь которая сохранила на протяжении 40 лет это сокровище потому что в силу определенных причин как бы оно могло быть несохранено и место упокоения могло быть утрачено и сербская церковь сохранила наша русская церковь услышала биение сердца за три года до сорока лет этой благодати а грузинская церковь дала выход этому новому источнику этому новому роднику и поэтому в таком контексте конечно явление святости отца серафима если конечно она произойдет вот она будет иметь вот такое всемирно историческое значение отец александр благодарим вас конечно мы безусловно любим отца серафима роуза и читаем его книги наседаемся и видим и в его жизни да и вот в этих посмертных событиях явление божественной благодати и проявлению святого человека ну дальше уже конечно как сам господь управит да хотя мы надеемся что господь и явит миру уже в самых разных епархиях своего святого угодника на этом благодарим вас дай господь вам продолжать вот эти труды исследования и конечно же вот чтобы сайт уже был и конечно желаем вам помощи божьей чтобы продолжать эти труды это же исследование сбор информации чтобы сайт функционировал а дальше уже господь сам всего проект хорошо хорошо спаси господи всех спаси господи слушатели портал экзегет всего вам доброго дорогие братья сестры с нами беседовал и рей александр тушин настоятель свято-троицкого храма города новотроицка оренбургской митрополии орской епархии храни вас господь всего вам доброго